Натюрморты, пейзажи, портреты, жанры представленных работ двух художниц Светланы Шалаевой и Александра Бельчихиной на выставке «От учителя к ученику» разнообразны, но объединяет их одна школа. Светлана Шалаева – учитель Александра Бельчихиной, которая выбрала в себя знания и умения своего наставника, заразившись от педагога любовью к профессии художника. Рисовать я хотела с самого детства, наверное, но об этом не задумывалась. Когда уже пришло время поступать, я подумала, что, наверное, хочу стать дизайнером, а для этого нужна хорошая художественная база. И вот в 11 классе я решила пойти в художественную студию под руководством Светланы Шалаевой. Пришла туда и начала творить. И потом уже дополнительно получала образование в школе акварели Андреяки. Открывая эту выставку, Светлана Анатольевна преследовала в первую очередь желание продвигать свою ученицу Александру Бельчихину, дать ей стимул идти дальше, делая в мире искусства самостоятельные шаги. Ну, во-первых, ей, конечно, не хватает времени, возможности больше писать, потому что сейчас у нее двое малышей, младшему два с половиной, поэтому ей очень тяжело. Но она ни на минуту не ставит даже под сомнение, что надо бросить это все и заниматься только домом. Она очень хочет продолжать и постоянно ищет всякие возможности, где можно пописать. Ну, сейчас ей это трудно. Во-вторых, она старается получить еще какие-то знания. И я в своих учениках, вот со старших, это очень приветствую. Потому что, конечно, чем больше человек знает, тем он лучше пишет. И, конечно, если художник считает, что он уже все знает, это считает, что художник умер. Я как бы стараюсь творить, скажем так, реалистичные работы. То есть, ну, в основном натюрморты, так как они стационарные, их можно поставить, ну, каких-то особых условий не нужно. Ну, вот поэтому это натюрморты разнообразные. Цветы и всяческие там предметы интерьера. И также разные техники. Мои любимые, я предпочитаю больше пастель и акварель. Вот акварель как бы считается одной из сложных техник, потому что ничего не исправить. Вот и как бы тоже много цвета. И масляные также тоже есть. Как призналась нам Александра, для нее очень важно в каждой картине передать дух того или иного быта предмета. Одна из сложных и любимых. Вот техника акварель-грязали одним цветом, сепией выполнена. Вот она была сделана в школе акварели. И вот за то, что за сложность за свою, ну, за то, что акварель и вот много всяких предметов. Вот поэтому тоже, как бы, одна из моих любимых. Много сложная со всякими различными предметами. Если в работах Александры Бельчихиной преобладают натюрморты, то в работах ее наставника Светланы Шалаевой есть и пейзажи, в которых она отразила свою любовь к природе в один. Есть и портреты. Вот, к примеру, российский дирижер Сергей Скрипка, изображенный в работе за дирижерским пультом. А вот пожилой человек в начищенных стоптанных ботинках. Вот он увидел, он нажал на туру, что-то вспомнил за грустью с палочкой. А на туру эту я писала со своими ученицами. Молодая девушка, сидящая на берегу озера, скрытый автопортрет Светланы Анатольевны. А вот еще один необычный автопортрет, который был написан для тематической выставки в стиле НЮ. В ней автор отразила представление о своем счастье. Если внимательно посмотреть на эту картину, то, если вы видите, я закрываюсь, мне холодно, а туча какая страшная идет. А сижу я на зыбкой почве, на воде я сижу, просто на листьях. То есть почвы нет. И если вы видите, на глазу слезка, и вот эти слезки рассыпались где-то по листьям в виде больших жарчужек. Полюбоваться картинами Александра Пельчихиной и Светланы Шалаевой можно в выставочном зале КДЦ «Сатурн» до 29 сентября. Марина Миткевич, Андрей Пластунов. Для программы «Городские вести». Марина Миткевич, Андрей Пластунов.